В Чебоксарском лицее номер 4 состоялась презентация деловых разработок учеников. Уроки успеха проходили в рамках национального проекта «Популяризация предпринимательства». Стартап в успешном бизнесе можно сделать и не окончив школу. А зампредпринимательского искусства школьников обучали старшие наставники. Теперь они во всеоружии. Наиболее предприимчивые команды представили свои бизнес-проекты. Ребята именно полностью выполнили те задания, которые мы им давали. То, что от них требовалось. Они провели первоклассные просто расчеты. Они конкретно разобрали свою целевую аудиторию, прописали бизнес-план. Они точно знают, кому и что они будут продавать. Язык бизнеса на отлично, грамотно и четко. Ребята изложили суть проектов и то, почему именно их бизнес принесет доход. Мы хотим создать удобную и быструю доставку еды в любую точку города. Где, может быть, мы пройдем как-то на мир, чтобы у нас открывались точки в других странах. Мечты мечтами, может, у нас все получится. Определиться с целевой аудиторией, наладить поставки, подобрать формат проекта – это только начало. Впереди большая работа, постоянный анализ рынка, поиск своей ниши. Важно верить в свои силы и подкреплять их профильными знаниями. Благодаря этим урокам мы поняли, какие нюансы, как надо делать. Многие товары производятся по одному шаблону, и они одинаковые. А ручная работа, она всегда разная. Очень мало в нашей стране таких проектов, которые занимаются ими уникальными товарами, ручной работой. Мы считаем, что они привлекают внимание. Современные школьники, как оказалось, располагают огромными возможностями в плане личностного роста и самореализации. Оригинальностью и многообразием их бизнес-идеей поразили даже опытных коллег. Некоторые из проектов при грамотной доработке, по мнению специалистов, вполне жизнеспособны. Самыми удачными жюри единогласно признали два из четырех. У них, конечно, есть ошибки, у них там есть недостатки, но это такие детские, да? Но по большому счету это достаточно серьезная проработка проектов. Они там многие вещи продумали, просчитали. Все участники по итогам очного этапа получат сертификаты. И самое главное – ценный опыт и знания. Наталья Мальчикова, Андрей Спиридонов, Республика.